Аминь Все помнят, что говорил на прошлой неделе, о чем учил Леон? О молитвах, да? Это хорошо. Интересно, что он рассказал один фильм, который называется «Пряности и страсти». И вы знаете, мы с Леной заразились, приехали, когда домой, думаем, обязательно посмотрим. И мы посмотрели фильм этот, и я был очень впечатлен, честно говоря, тем, как люди относятся к делу, как профессионалы, которые любят свое дело, которые делают, кто-то делает ради карьеры, кто-то ради того, потому что получают удовольствие просто от этой работы. Я знаю, что многие у нас в Израиле мечтают иметь работу, чтобы получать от нее удовольствие и получать деньги, правда? Ну, не каждому удается, некоторым приходится просто пахать ради того, чтобы как-то выживать и оплачивать все нужды. Но и как важно молитвы и наши дела. Я сегодня хочу говорить о делах, которые вот отсюда исходят от сердца, когда ты с удовольствием это делаешь, не просто неся какую-то ношу, какой-то груз. Но я знаю одно, что без Иисуса и без Его Святого Духа и от нашего сердца все наши дела просто, ну, только с Ним будут приносить славу Божию. А так это все будет пустое и не полезное для нас. И сегодня, честно говоря, вот когда я вам сказал, что я сегодня, мне утром пришло благословить душа моя Господа, и я хотел попросить Инну, чтобы она спела. Она говорит, а мы как раз начинаем с этой песни. Вы знаете, какое-то приятное такое ощущение пришло. Ну, как важно, чтобы было у нас на самом деле слышащее сердце. Вы помните, когда царь Давид молился, и что он просил? Это в Третьем Царстве написано. Он просил сердце разумное, но на иврите написано слышащее сердце. И я сегодня молю, чтобы у нас у всех было такое сердце, и у меня особенно. И есть заповедь, которую Господь дал Еремею, 7 глава до 30 стихе, но такую заповедь дал им. «Слушайте глаза моего, и я буду слушать вашим Богом, и вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». И Бог хочет, чтобы нам на самом деле было хорошо. Вы согласны? Да. И на самом деле, если смотреть Писание, то это неизменное условие для всех времен, чтобы мы научились слышать Его голос и идти за Ним. Брит Хадоша в Новом Завете тоже Ешова повторяет эти же слова, только немножко в другом ракурсе, что овцы мои слушают голос мой. Помните вы это, да? И я знаю их, и они идут за мной. И я вот сегодня говорю, Господь все время говорит, я так хочу идти за тобой, я так хочу не ошибаться. Я так хочу научиться слышать внутри твой голос, понимать, что ты от меня хочешь, независимо от тех обстоятельств, которые вокруг нас. Научиться любить и радоваться. И это на самом деле, это как бы такое вступление. Но сейчас мы прочитаем недельному главу Балак. И все знают эту историю, как народ Израиля победил двух царей, помните, да? Я не буду это все пересказать. Я хочу вкратце, чтобы направить на то, что я хочу сказать. И интересно, что это Порошата Шавова, она очень интересна по-особому и тоже может много всему научить нас. Если посмотреть на то, что кто такие маевитяне, мы знаем, что они произошли от Лота, племянника Авраама, да? Ну и я думаю, что Балаку надо было помнить, что от кого он произошел, и что благодаря Аврааму благословение как бы на этом народе было. И что даже когда... И Бог сказал, чтобы мы даже с ними не ходили в конкрет, были все в мире. И если посмотреть в оригинале, ну, в смысле, когда мы смотрим на слово Балак и словом, кто такой был Бильям, Бильям вообще переводится Бил, Бильам, то есть поглощающий народы. И это удивительная личность. Если посмотреть в агодическом, в агоде, то проклятие Бильям действовало сразу. И вы знаете, на самом деле силы противника просто, они становились бессильными. Не можем объяснить, почему, как оно действовало. Но посмотрите, кто такой Бильям. Но мы знаем, что эта личность особенно наслышала Бога, правильно? И что, если кто-то просил его, его проклятие разрушали конкретно, они действовали. И это, на самом деле, Божье разрешение. Я так понимаю, что Господь дал ему разрешение на эти вещи, чтобы те народы, которые неправильно стоят перед Богом, чтобы в том районе, где этот жил Бильям, это проклятие действовало. Короче, как говорится, он был инструментом в руках Божьих. И интересно посмотреть, какая личность еще была с таким поручением разрушать. Кто помнит? Помните, Бог сказал пророку Еремею? Это в первой главе он только начинается про пророка Еремею. Он говорит, ну такую заповедь, смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. То есть он дает кому-то такую власть, чтобы этим пользоваться, и ему новые инструменты в руках Божьих. Но в то же время мы знаем, что Билам жил в Месопотамии. Где это? Это сегодняшний Ирак, если кто знает. И на самом деле, вы представляете, какое расстояние? Где-то 500 километров. И он посылает этих людей, не знаю, сколько они там шли. И интересно, когда расследуешь, что Билам относился к роду Сима. Это тот род, в котором более духовные вещи происходили. И пророчества, и даже колдовские, может, какие-то вещи. Ну, они были духовные людьми. И поэтому, как бы, принадлежал к этой ветви. И как важно не поступить так, не обменять то, что Господь дал Биламу, на то, что он захотел. И как бы, видите, я хочу как бы направить на то, что какие дела его были, и к чему они его привели. И как важно те дела, которые Бог хочет, чтобы мы делали. И есть упоминания о Биламе и в Новом Завете. Может быть, многие помнят. И я потом перейду на Откровение, где говорилось тоже о Биламе. И вот 2 Петра, 2 глава, 15 стих. «Оставив прямой путь, они заблудились». То есть это те, которые были в этом духе Билама. «Идя по следам Билама, сына Цепора, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка». И мы можем посмотреть на эту историю и как бы получить какие-то уреки для себя на сегодня. Как нам поступать, как нам действовать, как нам научиться правильно идти. И Петр как бы предупреждает некоторых, что некоторые могут оставить этот свой прямой путь. И, конечно, я хотел бы, чтобы мы заглянули в Откровение Иоанна, потому что я уже несколько служений провел на Церете по книге про Откровение, именно о посланиях семи общинам. И эти послания были очень жесткие. Иешуа осуждает эти как бы общины, ставит их на весы, чтобы дать им понимание о чем-то. И вот я хотел бы с вами заглянуть. Интересно, что в это время, когда Иоанн писал Откровение, уже существовали все четыре Евангелия. Это уже все были послания апостолов, деяния, и послания и Павла. Все это были. Но здесь Иосифа берет каждую общину, взвешивает и дает понимание. Вот пять общинам, хотя я смотрел и другие, которые, допустим, тут не говорится о коринфянах, допустим, но и эфесские есть. Но он дает понимание, что вот эти семь общин, они как бы могут быть и каждая отдельная и в то же время сушевать во всех общинах в целом. И поэтому, смотря на эти вещи, Бог, Иосифа, говорит им, покайся. Пяти общинам он говорит, покайся. А двум общинам, которые Смирная и Филадельфия, он говорит, вы молодцы. Это общины, которые на самом деле были в серьезных гонениях. Он говорит, вы терпеливые, вы верные, я вас очень уважаю в этом, но пяти общинам он говорит, покайся. Но я смотрю на все эти вещи, какие-то, что происходили, и Бог как бы из любви, Он хочет нас отвести от каких-то религиозных вещей, много общин, мы видим, как религии, как законы, которые не соответствуют Писанию, давят порой на нас. Но Бог не призывает нас к религии, Бог призывает нас прийти к Нему, Он призывает нас к себе лично, к своей любви. И это факт. И любовь, я скажу, это не просто чувство. Любовь – это не чувство, как мы по-человечески понимаем. Любовь – это то, что ты делаешь. Это видимое, это проявление, это то, что делается от сердца. Не просто так показухой. Я знаю, что иногда говорят, что мы все актеры на этой земле. Но в первом Карфина написано «Любовь не ищет своего». В Филиппийцах 2.21 «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно им, Иешуа Мессии». И я вам скажу, я уже не раз говорю о себе так, что я служитель общины. Да. И Господь избрал, сделал мне инструментом для этого. Но община – не мой господин. Мой господин Иешуа. И он – голова общины. Вы согласны? А я просто часть этого его тела. И он ставит пятигранные служения, он ставит кого-то лидером, пастором. И это важно, чтобы мы научились слушать и слышать правильные вещи, мудрости, набираться. И в то же время не уйти из того пути, который Господь нам хочет показать. И вот мы посмотрим одну только общину, потому что невозможно будет все пройти, но я возьму одну пергамскую общину, где говорится о Беляме немножко. Давайте мы откроем Откровение 2 главу, 12 стих. Ангелу пергамской общине напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Беляма, который научил Балака вести соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенные, и любодействовали. Так и у тебя есть держащие учения Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Так мы видим суровое послание. Ты живешь там, где престол сатаны. Но вы знаете, на самом деле, почему там написано, что это престол сатаны, потому что там написано, там Пергам очень огромадный город был в то время, но там был престол Зевсу. И как бы поэтому Иоанн, Господь говорит, что это престол сатаны. И Иисус упрекает их, что они держатся учения Бельяма, а некоторые учения Николаитов. Но Бельям не был оккультистом. Он слышал Божий голос. И мы читаем, опять 22 глава, 18 и отвечал Бельям и сказал рабам Балаковым, хотя бы Балак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господа, Бога моего, и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Если открыть Писание, Бельям там имя Бога называют Иуд Ваввей. Мы видим, что хотя Бельям ослушался Бога и не проклял Израиля, все равно он что-то ухватил. А знаете что? Он знал законы Божьи. И он понимал, что если как поймать Израиль на крючок. И у него это получилось. Он просто идею подал и говорит очень просто. Если они это сделают, нам даже место не надо, они просто попадают под проклятие и все. И не нужно их даже проклинать. Работает автоматом. И мы видим, что Бельям соблазнился финансами. Что с ними произошло? Мы потом читаем, как он погиб, как его убили. в качества плохие. У меня их куча, я до сих пор борюсь с чем-то, и Бог помогает мне в этом. Я не сомневаюсь, что придет время, когда Он мне поможет еще хоть с несколькими справиться, если буду жив. То есть община сама пропитана своими интересами, своими идеями, к своей выгоде. И это у нас очень часто бывает в различных общинах и церквях. Мы просто в своем идем, потому что мы так хотим. И так попадают в обольщение. И смотря на то, что смотря на служителей, допустим, я знаю очень многих пасторов, которые уже просто стали маленькими царьками. И они начинают брать власть над другим, манипулировать и даже злоупотреблять как бы властью. Слава Богу, у нас такого нету. И я так рад за нас в общину. И следующее обвинение, которое было в общине, Пергамов говорит, некоторые держащие учения николаитов, которые я ненавижу. Некоторые говорят, а где кто такой Николаит? Третья, десятая. И думают, одни говорят так, другие так. Но то, что я обнаружил, что есть предположение, что это тот Николаит, который из Антиохии. Мы сейчас прочитаем в Деяниях в 6 главе, в 5 стихе. И угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана. Помните, когда они там избирали? Я не ухожу слишком подробно, потому что вы все знаете. Даже, может, лучше, чем я. Избрали Стефана, мужа, исполненного веры, и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Возможно, возможно, это тот Николай, возможно, не тот. Это был празелит, который уверовал, который и был в Иерусалимской общине. Может быть, он потом отпал, не знаю. Ну, по крайней мере, он вел такие вещи, что там страшно смотреть. Он все допускал. Как бы, давайте, мы в благодати, мы свободны, как это происходит в некоторых церквях. Вот. А это Господь ненавидит. И тогда, я вам просто приведу у них примеров из того, что происходило в моем жизни, в моем служении. Как-то к нам в Караганду приехала команда из Америки. И они провели целый семинар трех- или четырехдневный на тему по книге римлянам. И у них такое направление, что Бог есть любовь, и что мы под Его благодатью. И если ты согрешил, ничего страшного, ну, бывает. Плоть-то греховна. Это нормально. И если ты согрешил, ну, покайся, и все, и пошел вперед. И вот такое учение пошло. И на самом деле бы учение направлялось в том плане, что все равно Бог любит, и ты будешь спасен. Но это обольщение. На самом деле Бог не говорит о том, что ты знаешь, что ты любишь деньги, идешь зарабатывать с крупными суммами, можешь обманывать и воровать в своем предприятии. И я сам так это делал, потому что, когда был директором обувного предприятия, мне просто деньги лились рекою. И потом, я только когда уверовал, осознал, что как я гребу и как это мне потом отзовется. И слава Богу, Господь у меня все забрал. Баруха Шем. Но я к чему говорю, что люди попадают в обольщение. И он говорит, ну, что я там украл, ничего страшного. Жить-то надо как-то. Или он переспал сегодня с одной, завтра с другой. Говорит, ну, Бог же любит меня. Он простит. Ну, что вы? Бог же и любовь. И он нам дал благодать. И вот люди попадают в такие обольщения. И я думаю, что Николаид, вот это движение Николаидов, может быть, подобного плана это было. Другое обольщение, в которое попадает, это вот у нас одна сестра была, она отправляла деньги, ну, таким великим проповедникам. Бенни Хин, Копленд, еще какие-то там. И они десятины отправляли туда. Они не давали ничего в обшину. И когда, и вдруг у нас раскрылось в обшине, что одна сестра отправляет туда, и она не хочет нашу обшину вообще давать. Говорит, потому что я в его учениях, мне твои учения не нравятся. А мне нравится и он. Я говорю, ну, ты завтра умрешь, он не придет тебе на похороны, чтобы тебя благословить во имя Отца и Сына и Святого Духа и сказать, Царство тебе Небесное. Я говорю, ты же в этой обшине живешь. Ты здесь находишься, приходишь, прославляешь. И потом, в последствии, когда мы уже приехали в Израиль, к ней пришло осознание, и потом она начала понимать и давать в общину, в которую она проходит, в которую взойдет, в теле, в которой она находится. И это очень важно и для нас, чтобы мы не... Ты можешь... Я не говорю о том, что ты не можешь кого-то куда-то отправить, но это будет уже пожертвование или приношение какое-то. Но десятина это святое дело, которое мы отдаем. Это то, что Бог нам дал, мы даем. У нас своего ничего нет. И сегодня как бы надо быть внимательным к этим вещам. Но учения, конечно, не должны разделять общину. Много различных учений, но мы должны проверять по Слову Божьему, как оно. Правильно ли мы их делаем? Неправильно? По Слову идем или не по Слову? Вот. И смотря на вот это, то, что было в этой общине, в Пергамне, мы можем тоже чему-то научиться. Если вы внимательно прочитаете все эти послания, откровения ко всем этим общинам, вы увидите, насколько Бог строго судит. И Он говорит, покайся. Если не покайся, то я что с тобой сделаю? Мечом уст своих, то есть Словом, Он тебя просто будет судить. Но учения могут быть опасны, потому что вроде бы иногда слушаешь, ну, вроде Слово Божие. И чувствуешь, если не быть Духом Святым, не быть в теле Мессии, пусть один говорит, что я дома сижу, у меня интернета есть, пищи столько, ешь, не хочу. Я говорю, ну, ты оторван, и палец, который лежит там, и скоро тебя созрет собака какая-нибудь. Ты должен быть при теле. Если не при теле, тебя созрет дьявол. Не думай, что ты верующий, Бог же любит меня. Я верю, я вот десятина, кто-то может оттуда вот сейчас нам отправляет, не знаю, может быть десятина, может пожертвования на самом деле. Но в теле должны быть. И даже те, которые бывают, говорят, а у нас нет никакой церкви, они православные, и пятидесятники. Я говорю, ну, иди в пятидесятническую хоть общину, баптистскую, но будь в теле. Это настолько, а у нас нет мессианской общины, ну и что? Потому что есть люди, которые приезжали сюда, они в таких городах живут, особенно в России, где нету, где кругом одни на православии. А они покаялись здесь. У нас был домашний группой Алексей, мы до сих пор переписываемся. Он живет в городе Зима в Новосибирской области. И он нашел, и там свидетельствует, и сейчас человек живет радостный. И то, что у него привезли его с четвертой группой крови, рака, он полностью исцелен. А его привезли, он думает, и мама думает, что он умрет. Ну вот видите, Бог делает чудеса, и он свидетельствует, и живет, он, говорит, научился на гитаре играть, сейчас на прославлении на гитаре играю. И он говорит, Алексей, молодец, слава Богу. Но Иисус сказал Кефу Петру, что он сказал? В Матфееве 16 главе. Ты, Петр, Кефа, и на этом камне я создам общину мою, и врата ада не одолеют ее. О чем говорит здесь Иисус? Он говорит Петру, говорит, от тебя начнется община. Ты первенец у меня в этом. И от тебя постепенно будут расширяться общины, и будет вселенская община, в которой я буду главой. Ну, смотрите, сколько движений. Баптисты, пятидесятники, харизматы, реформисты, мессианские, и другие, и одни с другими вообще не сообщаются, не любят друг друга, не уважают друг друга. Хотя, в принципе, он хочет, чтобы мы при всех разногласиях пришли к единству. Они говорят, а эти говорят на языках, а эти не говорят, эти изгоняют бесов, а эти не изгоняют бесов. Там пророчества, а у нас нет пророчества, мы не верим в это все. У нас есть Слово Божие и все. И вот какие-то разные разногласия. Но разделений должно быть. Хотя они будут разделения. Они были, есть и будут. У меня в Казахстане, Алматинской, Каргандинской общинах были разделения. Люди пошли за человеком. И как важно не идти за человеком, а идти за Богом. Да, Бог ставит лидеров. А у нас всегда некоторые говорят, а ты знаешь, у нас вот, пастор, вот это да. Что у вас там? А у нас вот такой. Один на полосы, другой Павел. А Господь говорит, нет, не идите за людьми. Идите за мной, я Слово Божие. Если соответствует по Писанию, то учитесь. Слава Богу, мы учимся. И это нормальная учеба. И тоже вот так разделение пришли, люди разделили общину, увели людей. Ну, вы знаете, я просто спрашивал Господь, почему это? И мне просто пришел ответ, что это было, если будет. Люди будут идти за человеком. А те, которые верны, останутся в доме твоем. Учения разные пришли. Кто-то красиво говорит, кто-то интеллектом выше, а кто-то просто. Он говорит, нет, а интеллектные люди ушли за одним человеком, а другой принес какое-то американское учение, говорит, вот у них правильно, и они вышли туда. Но не важно. Главное, чтобы они были спасены. Остальное не важно. Иисус сказал, я опять повторю, потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. И это жертва. Первым кориффином 11.19. Я не знаю, успевает, ставит, не ставит там. Ибо надлежит быть разномыслием между вами. Но разномыслия не могут приносить разделение. У нас, допустим, у меня, вот мы в четверг у нас домашние группы были, ну, у нас такое, мы начали как бы душевное, через душевное мы переходим на духовное. И у нас мы разбирались и начали с недельной главы, потом перешли на молитвы, какие важные, и за свои нужды. И был спор. Мы с кем-то согласны были, с кем-то не согласны. Но они, и это нормально. Но они не принесли между нами разделение. Мы уважаем того мнения, уважаем этого мнения. А разномыслие, что происходит? Почему, говорит Павел, говорит, вы плоские? В первом корифенном третьей главе. Потому что, ибо если есть у вами зависть, спор, разногласие, то не плоские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит, я Павлов, другой я Полосов, то не плоские ли вы? И поэтому, говорит, если вы идете за человеком, не плоские ли вы вообще? Ну, вот это как бы происходило в пергаментской общине. Но, вы знаете, мы много говорим о любви. Но я скажу, что настоящая любовь, и что, она показывает и ревность? Знаете, что такое ревность? К слову Божьему. И ненавидеть все, что препятствует этой любви Божьей. И он говорит опять, покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сразу сними мечом уст моих. То есть, что такое меч? И мы знаем, в евреях написано, ибо Слово Божие, живое и действие, и острее меча, бою до острова. Проникает на разделение духа, души, составов, мозгов. И судит по мыслению и намерения сердечные. То есть, а мы знаем, что Иисус, это Слово Божие, да? Он побеждающее Слово. Я просто тебя хочу воодушевить, что Он же дал нам эту победу. Она есть внутри тебя. И мы можем побеждать, если будем идти за Ним, и всегда у нас будет победа. Я в этом не сомневаюсь. Но Господь говорит, знают твои дела. Он знает мои дела. Он знает твои дела. Узнает дела всех, кто есть на этой земле. Каждого человечка. От сердца они делают, живут. Или хотят быть на виду. Или хотят кому-то угодить. Всякие вещи бывают. Но с удовольствием ли делать, какое-то дело, вещи. Я все время за какие бы дела бы ни брался, я с удовольствием делал. Ну, как бы наслаждался. Я люблю что-то руками творить. И есть вещи, которые мне не нравятся, я к ним лучше говорю, мне лучше этого не надо. Но есть и то, что у тебя есть, есть дар какой-то. Мы сегодня так с удовольствием играли и чувствовали такое движение Духа. Но Бог хочет, чтобы у нас сформировался Его характер. Чтобы плод Духа был в каждом из нас. И поэтому, смотря на все эти вещи, мы интересно, если откроете откровение, я уже как-то говорю, я даже почитаю сейчас, наверное, вам. В конце каждой общине посланиями Он говорит побеждающему дам. Вот я хочу прочитать эти победные вещи. И это также актуально и сегодня для себя, для меня. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди разья Божьего. Другой общине Он говорит побеждающий не подтерпит вреда от второй смерти. Третий общине говорит побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, что получает. Следующее общине Он говорит кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глины, а не сокрушаться, как я получил власть от отца моего. Побеждающий облечется в следующей общине белой одежды и не сглажу имя его из книги жизни, исповедую имя его перед отцом моим, перед ангелами его. Следующее общине Он говорит побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя Града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя новое, мое новое. И последнее общине Он говорит побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. И это обетование тебе и мне, я не сомневаюсь. И Иешуа приготовил тебе место. И я хочу в конце прочитать еще несколько стихов как бы для воодушевления. Потому что Иешуа победил в смерти, дал нам победу. Евреям 12.12 И так укрепите опустевшие руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющие не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. И последний стих Иакова 1.25 Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Амин. Господь, я очень прошу, чтобы мы на самом деле были блажены в своих действиях, чтобы все, что бы мы не делали, делали от сердца, от чистого сердца. Каждое дело, за что бы мы не взялись, Господь, потому что все, что бы мы не делали, делали как для Тебя. И благословен Ты, Господь, давший нам мир, шалом, и благослови каждого из нас, Господь, и пусть Твой мир шалом будет на нас. Башим Иисусу. Башим Иисусу. Таким, что бы мы не делали, Таким, нехай, ими, 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 Продолжение следует...